Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане пройдут Дни культуры Турции. Туркменистан проведет инвестфорум в Париже в апреле 2024 года. Сердар Бердамухамедов осмотрел новостройки Ашхабада и города Аркадаг с борта вертолета и другие новости. Президент Туркменистана Сердар Бердамухамедов, совершая облет на вертолете Ашхабада и его окрестности, ознакомился с ходом работ, развернутых в столице. Было отмечено, что наряду с возведением объектов различного назначения особую важность имеет строительство сооружений, дорожно-транспортной инфраструктуры и их благоустройство. Красоту Ашхабада приумножают современные дороги, парковые зоны, способствующие экологическому благополучию. С 18 по 20 ноября в Туркменистане пройдут Дни культуры Турецкой республики. Мероприятия пройдут в Ашхабаде и Туркменабаде. В рамках Дней культуры состоится ряд концертов, на которых выступят турецкие артисты. Также будет организована выставка прикладного искусства Турции. Нефтегазовые госконцерны Туркменистана проведут в столице Франции международный форум по привлечению иностранных инвестиций в энергетический сектор страны 24-25 апреля следующего года. Форум направлен на то, чтобы расширить возможности для привлечения прямых инвестиций из-за рубежа в различные секторы энергетической отрасли Туркменистана. В отрапе Гюраглы до шугузского вилаята Туркменистана второй раз за последние 100 лет зарегистрировано рождение тройни. Она родилась в семье супругов Шахамердана Шамыевой и Сульгун Тураевой. Три девочки, Дунья, Дурсун и Аббат появились на свет 10 октября в 10 часов 10 минут. Если прочесть имена новорожденных друг за другом, то в переводе они будут означать пожелания мира во всем мире. В конце ноября в Узбекистан отправится очередная киногруппа объединения Туркменфильм имени Огусхана для съемок документального фильма о поэте-классике Махтум Кулейфраги. Съемки будут проходить в древнем городе Бухара. Киногруппу возглавит молодой режиссер Туркменфильма Анадур Дейташлиев, который уже известен своей дебютной полнометражной кинолентой «Беньят», показанный по национальному туркменскому телевидению. На аукционе в Нью-Йорке была продана редчайшая почтовая марка США, известная как «Перевернутая Дженни». Марка 1918 года выпуска с курьезной типографской ошибкой, на которой изображен почтовый биплан в перевернутом виде, была приобретена 76-летним коллекционером Чарльзом Хаком за 2 миллиона долларов. «Перевернутая Дженни» является одной из самых известных и ценных почтовых марок в мире. Всего было выпущено около 100 таких марок, прежде чем ошибка была обнаружена. Озон запустил продажи товаров в Узбекистане. Жители страны уже могут оформить заказы на сайте в любой регион страны. Срок доставки составит в среднем 12 дней. В 2024 году Озон планирует запустить в Узбекистане собственную логистическую инфраструктуру, в том числе службу доставки, сеть пунктов приема и выдачи заказов и склады. В преддверии матча второго отборочного раунда чемпионата мира против Узбекистана футболисты сборной Туркменистана обратились к болельщикам. В видеоролике, опубликованном пресс-службой национальной команды, снялись Руслан Мингазов, Рахат Джапаров, Атагильдыев и Эльман Тагаев. Футболисты призвали болельщиков прийти на стадион Ашхабад и поддержать команду. Добрый день, дорогие болельщики. Мы сборная Туркменистана по футболу. Уже 16 ноября мы сыграем со сборной Узбекистана по футболу. Дорогие болельщики, мы ждем вас в 19.00 на стадионе Ашхабад. Туркменистан, поддержи свою сборную. Матч между сборными Туркменистана и Узбекистана состоится 16 ноября на стадионе Ашхабад в 19.00 по местному времени. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркминпортал – ваш самый надежный источник новостей.